Здравствуйте, друзья! Ну вот, готова поделиться с вами новой маленькой платочной историей. Замечательная фотография перед вами. Несмотря на то, что у нас на улице плюс 40, показываю вам зимнюю фотографию. И думаю, что пусть немножечко нас это всё охладит. И, конечно же, приношу своё извинение, потому что выкладываем фотографии не в хронологическом порядке, а по мере их поступления. Так что, я думаю, вы нам это простите. Я думаю, потом у нас выльется это всё в какой-то такой уже состоявшийся проект, когда всё будет разложено по полочкам. А пока вот опять очередная маленькая платочная история. Посмотрите, какая удивительная фотография. Как, впрочем, и все наши фотографии, которые попадают к нам в наш альбом, и очень много рассказывающие нам. Но, во-первых, мне хочется сразу же обратиться к русской литературе, потому что русская литература вот именно этого периода, до конца 19-го, начала 20-го века, а фотография именно этого периода перед вами, представляет много примеров, где пуховый поток выступает как близкая и привычная деталь женского костюма, причём у женщин самого разного имущественного положения. Но в данном случае перед нами горожане, люди, может быть, какого-то аристократического происхождения, а может быть, русская интеллигенция, давайте в этом разберёмся. Ну вот сначала примеры из литературы. И, наверное, вот о тех сословиях, о которых я говорила. Давайте вспомним Алексея Толстого, его знаменитую трилогию «Хождение по мукам». Он, кстати, там неоднократно упоминает пуховый платок при описании быта интеллигенции дореволюционной России. Давайте несколько цитат. «Даша и Катя в шубах и в пуховых платках, накинутых на голову, быстро шли по еле освещенной Малой Никитской». Или «Даша, смеясь во влажный пушок платка, слушала, как хрустят льдинки». Или ещё «В сумерках белел пуховый платок, в который завернулась Даша». А у Бабеля в прекрасном рассказе Гюйда Мапассан наш автор окружает своих героиньми оренбургскими платками. И посмотрите, как точно ложится это на эту фотографию. «Мужья закутали сестёр в котиковые мантовы, оренбургские платки, заковали в чёрные ботинки, под снежным забралом платков оставались только на румянины и пылающие щёки, мраморные носы и глаза. Пошумев, они поехали в театр, где давали юдив с Шаляпиным». А у Марка Алданова в произведении «Истоки» княгиня Юрьевская, небывшая утром у обедни, сидела перед трюмо, повязанное оренбургским платком. Действительно, какая популярная деталь женского туалета, женского костюма на рубеже веков наш оренбургский пуховый платок. Или просто вязаный платок. Давайте будем, может быть, смотреть на это несколько и шире. Ну а теперь давайте рассмотрим фотографию. На платки вы уже, наверное, обратили внимание, да? Смотрите, здесь серый платок, здесь белый платок, здесь видим даже этот наш дегзагообразный край. Какие красивые лица, да? Русские. Ну а у женщин в руках, смотрите, вернее, руки спрятаны. Такой особый тёплый мешочек меховой. Именно это атрибут для согревания рук, который назывался муфта. Муфту мы, конечно, любим, знаем. Ну а вот эта деталь женского туалета была очень популярна на рубеже веков. Вот здесь, наверное, муфты из какого-то тёмного меха, короткошёрстного. Вот посмотрите, здесь вот муфта, которая, конечно, притягивает наши взгляды, потому что это белая муфта с чёрными полосочками, с чёрными хвостиками. И это, конечно же, муфта, сделанная, королевская муфта, королевский мех из горностая. Кстати, горностая вы мех часто имитировали. Делали из белого кроличьего меха, и к этим кроличным шкуркам пришивали хвостики тёмного цвета из другого меха. К этому прибегали не только люди среднего сословия, но, в общем-то, даже и в королевских семьях иногда вот такую имитацию себе позволяли. История нам вот такие примеры приводит. Вообще, горностая удивительное животное из семейства куньих. Очень много с ним связано, особенно в Геральдике. Но горностая символизировал чистоту, чистоту благодаря своей чистоплотности. Он скорее даст себя изловить, нежели пройдёт через мокрое грязное место, так говорят, чтобы вот, не дай бог, испачкать свою красивейшую вот эту белоснежную одёжку. И часто его изображали на гербах знатных фамилий, сопровождая такими девизами «лучше умру, чем запятнаю себя», или «лучше смерть, чем позор». Ну, вот так вот это всё звучало согласно средневековым традициям. Ну, а если мы присмотримся, то мы увидим вот у этого мужчины, который так припадает к плечу вот этой веселой женщины, горжетку. Горжетка такой маленький, в данном случае не маленький, меховой шарф или вот такая цельная шкурка, как здесь. Цельная шкурка пушного животного, которую носили на шее, ну, вот как аксессуар к женскому, в данном случае пальто. Я думаю, что это горжетка с костюма вот этой дамы рядом. Ну, вот то, что она тоже была популярна в то время, а именно в 1900-х годах для горжеток предпочитали мех пушистых зверьков. И вот видите, здесь, наверное, саболинная шкурка, вот здесь вот мордочка этого животного. Я думаю, что эта фотография заслуживает того, чтобы мы здесь ещё вспомнили вот эту деталь. Посмотрите на шляпки этой дамы. Игретка или игрет. Такое ювелирное украшение, похожее на брошь, крепящийся к головному убору, ну, или к прическе. В данном случае у нас к головному убору. Как правило, основным элементом игре это являлось птичье перо. Или пучок перьев. Хотя, в общем-то, встречаются изделия и с растительными мотивами. И вот такие вот украшения были очень популярны как раз на рубеже веков. Ну, вот в интернете нашла страшную просто цифру, что вот, например, в 1898 году, когда действительно игреты или гретки были очень популярны, и женщины украшали себя ими, в Венесуэле было истреблено более полутора миллионов белых цапель. Потому что именно перо цапли, ну, или перо страуса использовались вот для этих украшений. Ну, вот мы поговорили о костюмах немножечко, вспомнили какие-то такие запоминающиеся, такие бросающиеся в глаза вещи, как и гретка, как горжетка. А теперь хочу сказать вообще, знаете, давайте вспомним, подумаем, что делает вот эта группа людей зимой на фоне каких-то больших деревьев, которые на заднем плане. И вообще, чем занималась русская интеллигенция или горожане во время зимы, какие были развлечения. Ну, развлечений действительно было много, достаточно много. Это были и коньки, которые входили в моду, это были и катания с гор, и, наверное, самое большое и такое вот любимое развлечение было связано с катанием на лошадях. И я здесь хочу вам привести цитату Теофила Готье, который был действительно влюблен в Россию, оставил прекрасные мемуары. И вот он как писал о зимних забавах, городских зимних забавах в XIX веке. Садятся в тройку, быструю упряжку из трех лошадей, под бренчание бубенчиков, несущихся веером и поднимающих копытами серебряную пыль. Будет заснувшего трактирщика, свет зажигается, самобар закипает, леденеет шампанское. Вдова-клико ставится на стол тарелки с икрой, ветчиной, селедкой, заливными из рябчиков, пирожками. Вы едите бокал за бокалом, пьете шампанское, болтаете, курите, а на десерт катаетесь с ледяных горок, которые освещают мужики с фонарями в руках. Затем к двум или трем часам утра вы возвращаетесь в город, вкушая сладость мороза в вихре скорой езды на свежем, холодном и здоровом воздухе. Ну вот так катались и в Москве, и в Петербурге, вот так отдыхали горожане, которые могли себе это позволить. Ну действительно, вот так вот окунулись мы в зиму рубежа веков, конца XIX-начала XX века. Такая маленькая история получилась. Спасибо, что вы слушали ее до конца. До свидания, до новых встреч.